Ну что же, друзья, всем привет! С вами снова я, Марк Легобой. Сегодня я уже почти доделал первый уровень новой моей постройки по Майнкрафту. Вчера немножко потрудился и сегодня давайте рассмотрим с обеих сторон. Ну, то есть по всему периметру рассмотрим. Начнем давайте с задней стороны. Точнее, не задняя, а боковая сторона постройки. Здесь у нас идет два входа. Не входа, а просто как обрезанное продолжение пещеры. Пещеры или шахты. То есть они соединяются друг с другом. И спокойно можно будет пройти из этой части в эту, через центр. Здесь также еще идут, ну, не декоративные, просто здесь вот вырезка, где можно увидеть различные минералы. И, ну, ископаем мы там типа уголь, железо. Как вы видите, вот те самые короба, которые экономят мне детали. Ну, немножко, да, они видны, немножко выделяются, но все-таки выглядит прикольно. Здесь еще не закончено этот угол. Я его еще буду доделывать, то есть достраивать красиво сверху, снизу. И тогда уже все будет реально круто. Здесь немножко разбросаю камней, то есть, может, две штучки, чтобы было имитация реально настоящей пещеры. Ну, и здесь, как вы видите, переход из земли уже в камень, в породу. То есть здесь идет трава, потом идет земля, и уже затем идет камень. Так же, как и здесь, ну, это, конечно, не поверхность, но иногда в Майнкрафте тоже можно встретить посреди пещеры, не знаю, небольшое скопление земли. Вот это оно самое и есть. Здесь какие у нас идут минералы? Красная пыль, золото, там есть еще золото, железо, железо, уголь. Давайте повернем постройку. Здесь у нас идет еще, так что, когда красная пыль, железо. Здесь у нас тоже земля встречается, колонны. То есть, ну, колонны, это, естественно, они поддерживают данную постройку. Но здесь я хотел, попытался сделать имитацию, как будто все это вырыл Стив. Оно все будет так же сделано, как вон там. То есть все это вырыл Стив, или, не знаю, подорвал, наверное, динамитом, скорее всего. Здесь идет вход в пещеру. Я уже поставил здесь факел один. Не стал ставить два, потому что надо сэкономить их. И так уже почти детали закончились, а еще только пол постройки сделано. То есть еще нужно точно такую же часть сделать здесь. И то она здесь будет немножко выпирать, то есть в виде обрыва. Ну, сейчас я это все расскажу. Здесь тоже присутствуют данные, ну, не знаю, короб, можно его назвать, то есть экономия деталей. Так что он будет еще здесь. Здесь полностью, видите, будет большой. Уже, наверное, из белых деталей, потому что серых у меня уже почти не осталось. Ну, таких, конечно, много стенок. У меня, наверное, штук 100. Но они сейчас другом задействованы, поэтому я их не буду использовать. Здесь тоже идет небольшой слой земли, переходящий в камень, ну, и, соответственно, вход. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас идет пляж, переходящий в гору, и там идет вход в пещеру. Ну, вход в пещеру мне, кстати, очень понравился, как я сделал. Здесь тоже есть небольшие ископаемые, то есть, например, два угля. Также здесь можно найти золото. Дальше вглубь пещеры, если спуститься. Земля, то есть в виде, ну, не обрыва, но она так свисает. Ну, это же Майнкрафт, там все не падает, летает. Физика умри. Значит, поэтому сделать так имитацию земли. Здесь идет трава, ферма. Уже я установил, не хотел я этого делать. Сделать все эти заключительные детали типа сахара. Поставить потом в конце, чтобы было поинтереснее. То есть, сначала постройка кажется какой-то недетализированной, а потом, когда ты уже добавляешь эти детали, все сразу кажется сделанным прикольно. Так же, как и в самих наборах по Майнкрафту. Я когда их собирал, ну, думал, что за набор какой-то детский такой, ну, простой, без детализации. Ну, потом, когда вот всякие такие детали установил, типа верхушечки, деревья, забор, то тогда сразу, ну, как бы понравилось и купил еще парочку наборов. Здесь будет, как я говорил, эти ферма. Здесь будут деревья, еще два дерева. Здесь будет стоять небольшая тропинка, переходящая в небольшой домик. Домик только здесь будет. А здесь будет идти ферма, где будет расти там картошка. Что еще у нас здесь? Морковка. И будет, здесь будет специальная вода, чтобы питать землю. И вода будет плавно перетекать в водопад. Вот уже водопад, он, правда, будет чуть повыше, будет не так сделан. Вот он сделан по-другому, то есть повыше. И он будет стекать в речку. Вот так я запланировал. Здесь я также поставил два сахара, ну, четыре. Что еще интересного? Сделал верхушечки для некоторых блоков. Также сделаю для некоторых песчаных блоков верхушечки. У меня тоже есть. Можно даже вот такие темного цвета сделать. Ну, нет, темного вряд ли, но светлого точно сделаю. Возможно, даже для песка сделаю всякие сырные кусочки, ну, один на один кубики. Не кубики, а пластинки маленькие поставлю, чтобы для большей детализации. Все-таки Майнкрафт, но ничего страшного, можно как-нибудь будет еще и упростить его. То есть я не только использую кубики, но, ну, два на два. Также вот у меня еще присутствует кубик один на один. Например, здесь он стоит. Поэтому это не прям точно Майнкрафт прям в масштабе. Как вы видите, здесь тоже не точно прям два на два идет дырка. В принципе, вот такая пока получается постройка. Надеюсь, вам нравится. Многие, кстати, спрашивали, почему отступлено на одну клетку и внизу красного цвета. Красного цвета для того, ну, просто детали, которые я не буду использовать, я поднял постройку. И будут они замещены. Не знаю, как вам показать. Допустим, берем тот же бежевый кубик. И вот так. И все до конца будет выстроено. То есть будет типа рамки, как на картине, только вот на постройке будет рамка. И здесь, возможно, будет какая-нибудь надпись типа Лего Майнкрафт. Что-нибудь такое придумаю еще. Ну, давайте еще что-то поверху расскажу. Здесь, как я сказал, будет домик. Небольшая ферма. Здесь будет еще один вход в пещеру. Здесь, кстати, забыл сказать, будет дырка, в которой будет лестница, ну, в которую сам сделал Стив. То есть природная такая, не такая лестница. Возможно, такую можно будет тоже поставить. Но я хочу сделать именно из каменную лестницу. То есть вот таким способом. Которая будет спускаться на первый этаж. Или, наоборот, подниматься на второй этаж. И здесь будет еще вот такой обрыв, небольшой, свисающий, чтобы Стив мог разбегаться и прыгать в воду. Как я обычно это люблю делать в Майнкрафте. Так, ну и, в принципе, это все. Постройка пока такая тяжелая. Ну, в принципе, поднял. Ну, этот был небольшой такой влог. Спасибо всем большое за просмотр. Подсказывайте идеи, что можно сделать. Я думаю, ну, я, конечно, буду, потому что я сейчас уезжаю. У меня долго не будет на этой квартире. Долго я буду строить, но будет, видите, замещены там всякими обзорами, походами в магазин. Поэтому, я думаю, вы не соскучитесь. Но все же, постройку я занял на нее буквально один день уже. И он сколько выстроил. Я думаю, что потом, когда у меня будет время, еще тоже один день буквально занять. И будет она вся построена. Я ее выложу по-быстренькому, выкину и начну строить что-нибудь по Звездным Войнам. Не знаю, еще раз хочу по Звездным Войнам. Все-таки нравится мне эта тематика. Все-таки фанат большой. Поэтому, всем спасибо большое за просмотр. С вами был Ямор Клегобой. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok